Я приведу эту новость из Беларуси. Я в Мануфактуринг-планте для SkyWay. Я стою в юни-бусе, который может держать 14 людей. Это огромное внутри. Я не могу ждать, чтобы они стоят. Так, ну что, друзья, я включаюсь там, то есть не понятно, то ли комната не тянет, меня тут выкидывало несколько раз в комнату, либо интернет сегодня не грузит, но пока у Алексея не получается поставить и пустить ролик. Поэтому ничего, наверное, страшного. Вот, правильно, тогда... Алексей, ты тогда скинь в чат вот эти ссылки, которые... Да, Алексей, вот ссылки, то есть, друзья, которые вы... А, вот, ролик хорошо идёт. Вот видишь, у кого-то идёт. Друзья, а есть ещё у кого это самое, у кого идёт интернет-трансляция? Ролик идёт, да? Это значит, у меня не идёт. Мальчик. А я якобы mosation, делая великой, которые делаются 150 кг. Х snippet. К корей. Покапа. Ролик temps. Ролики briefвигаешься за 100 кг. 42 кунди. Продолжение следует... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компании Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как вы уже знаете из наших репортажей, с сентября 2016 года рельсо-струнный транспорт был представлен на пяти крупных международных выставках в Германии, Беларуси, Австралии и Италии. Достала очередь России познакомиться с четвертым поколением технологии Skyway. Десятая юбилейная международная выставка «Транспорт России», проходившая с 30 ноября по 2 декабря 2016 года в Москве, была призвана представить правительству Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. Интерес к экспозиции закрытого акционерного общества «Струнные технологии» был немалым, к чему, впрочем, мы уже успели привыкнуть. Среди первых наш стенд посетили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Уважаемые гости, давно знакомые с технологией, с интересом узнали об успехах в реализации проекта, достигнутых за последние годы, и выразили готовность содействовать его дальнейшему продвижению. Сергей Морозов давно знаком с технологией струнного транспорта Юницкого. Именно он провел презентацию технологии Skyway президенту России Дмитрию Медведеву на заседании Президиума Госсовета Ульяновский 24 ноября 2009 года. В своем интервью губернатор подчеркнул, что увиденное им – по-настоящему инновационный подход, а струнный транспорт представляет собой потенциальное решение ряда экологических и транспортных проблем. Он также заявил, «Это внушает огромное уважение к вам, к вашей настойчивости, настырности. И одновременно это вселяет уверенность в том, что в Российской Федерации эти технологии придут в ближайшее время». Стенд закрытого акционерного общества «Струнные технологии» на выставке «Транспорт России» также посетили министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Мицук. Чиновники ознакомились с текущим этапом развития технологии Skyway, заинтересовавшись ее потенциалом по снижению эмиссии вредных веществ в атмосферу, увеличению скоростей, улучшению безопасности и комфорта, снижению стоимости перевозок, а также строительных и эксплуатационных издержек. Министр транспорта даже заявил о намерении представить струнный транспорт губернатору Московской области. За время работы выставки, помимо вышеназванных, гостями выставочного стенда Skyway Staly, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, генеральный директор управления электротранспорта городского округа Уфы Аскар Фазлыев, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Саид Закиров, региональный директор по развитию бизнеса компании Nokia Армен Наринян и многие другие. Большое внимание стенду закрытого акционерного общества струнной технологии уделили представители средств массовой информации. Сразу несколько. Юнидус будет по легкой трассе ездить. Да, будет по легкой трассе ездить. Так. Нет ролика. Так, ну что, друзья, тогда будем начинать дальше двигаться, да, потому что ролик у меня так ролик и не пошел. Алексей, напиши в чате тогда. Начинаем. Начинаем. Все, Алексей мне скинул, да. Все. Так, тут про сертификацию, ну, ролик был. Вот, ну ладно. Тут пишут, что Сергей Иванович постарел. Ну, друзья, время, которое тогда он выступал, сейчас прошло уже сколько, почти 9, 8 лет. Все-таки возраст такой, а потом должности, которые занимают такого рода люди, там, Сергей Иванович, это все-таки губернатор. Представляете, уже более 15 лет быть губернатором, это все-таки, друзья, очень, очень такая серьезная работа. Вот, поэтому, к сожалению, за ту нагрузку и те усилия, которые прилагают такого рода люди, это, конечно, вплотить, в том числе и здоровье. Вот, я еще раз очень такую могу благодарность высказать и восхищение Сергея Ивановича Морозова, потому что я бы как раз, я бы Сергея Ивановича поставил, ну, вот, на одну такую ступеньку, на одну для меня, вот, Александр Иванович Лебедь, это человек, которого я безгранично уважаю, вот, которому очень благодарен за участие в проекте. Вот, и я долгое время считал, что такого уровня государственных деятелей, такого уровня, ну, скажем так, губернаторов, вот, у нас долго еще не будет. А поверьте мне, я их видел и тогда много, и сейчас общаюсь с очень многими, и мое мнение в этом плане только-только крепнет. Вот, особенно вот после общения вот с этими новыми губернаторами, которые сейчас вот такие партийные назначения. Вот, но, это я Россию имею в виду, друзья. Вот, но после вот общения с Сергеем Ивановичем, я могу сказать, что слава богу, есть такого рода деятели, именно государственные деятели, и все-таки на большое-большое количество бездельников и бездарных губернаторов встречаются все-таки такие, как Сергей Иванович. И я могу сказать, что я его регулярно встречаю на всевозможных форумах, круглых столах, и этот тот человек, который действительно искренне интересуется новыми вещами, искренне интересуется технологиями, искренне занимается именно совершенствованием управления. Вот, поэтому, поэтому, друзья, он и с нами. Поэтому он нашел в себе силу в 2009 году презентовать это на госсовете Медведеву, несмотря на скептиз. Поэтому он и сейчас готовит соглашение, мы с ним рассматриваем, но уже трассы в Ильяновске. Поэтому он сейчас, он там интересно делает, они так называемую, ветровую ферму, то есть там, где вырабатывают электроэнергию по новым принципам. И когда он увидел, что все это может совмещаться с трассами, и все, он, конечно, еще более так воодушевился. И особенно для него было важно, это то, что мы не бросили эту работу, что Юницкий развивает этот проект, и он говорит, не очень важно, что у вас есть результат, и теперь я могу определенным людям, которые надо мной смеялись, и определенный скепсис, вот, на сегодняшний момент именно показать и представить как доказательство. Это вот как раз еще, друзья, как раз вот рабочий тезис и рабочий такой механизм, когда сама технология уже начинает работать просто самим фактом своего существования. Соответственно, она все ставит на свои места, она ставит на свои места именно и генерального конструктора, и инженерную школу, и показывает, соответственно, кто есть кто, и кто за свои слова может отвечать, а кто-то может только, так сказать, языком трепать. Это все, друзья, встает на свои места, и как раз мы прошли за это время, вот, за 14-15-16 год, друзья. Неимоверно сложный путь, просто неимоверный, когда мы стояли вот так же рядом, и любой балабол, который может говорить, а я тоже могу что-то делать, а я тоже что-то из себя представляю, я тоже, дайте мне денег, я тоже что-нибудь сделаю, вот, и реально, когда надо было доказывать, показывать, и при этом ребят надо было еще и строить. И на сегодняшний момент все встало на свои места, все стоит на своих местах, поэтому любой сейчас разговор, когда кто-то начинает либо там оголтело критиковать, либо оголтело, так сказать, это надо задавать один вопрос. Поехали, показывай, что ты сделал. Если тебе нечего показать, тогда нечего языком молоть, если тебе есть что показать, тогда показывай, тогда сравниваем технические решения, тогда сравниваем результат. А язык, извините, с чем-нибудь сравнивать, это не совсем правильный подход, я считаю, что это совсем глупый подход. Вот, и на сегодняшний момент, слава Богу, что есть такая возможность, и на сегодняшний момент, друзья, по мере того, как растет интерес к эко-технопарку, сколько туда сегодня и уже приезжает, и еще намечается делегация, это говорит о том, что то, что мы делаем, и то, что Юницкий сегодня создает, востребованность в этом есть колоссальная, интерес к этому большой, и развиваться это будет так, как это должно, соответственно, развиваться. И мы сделали первую часть, то есть приступили, наконец, к демонстрации, когда можно будет декларируемые вещи в технологии теперь демонстрировать, а дальше это теперь только будет развитие, это будет запуск адресных проектов, это построение новых коммуникаций, которые сегодня строятся уже абсолютно в разном направлении, Алексей тоже об этом будет говорить. Это, соответственно, то, что сейчас активно и активно развивается. Поэтому, друзья, давайте сейчас уже тут у нас побольше народу собралось, давайте сейчас на вечер у нас сегодня, на 20 число будет телемост, вот, мы его совместим с нашим технико-экономическим вебинаром, вот, на нем будет выступать из конструкторского, ну, из главной компании, либо Надежда с Виктором, либо, если у нас будет на переговорах, значит, Надежда Косарева, это как сейчас генеральный директор за устроенные технологии, и, соответственно, выступать будет Виктор Бабурин как заместитель, именно как человек, который отвечает за все сейчас переговоры, которые проходят и в России, и за рубежом, и как раз о тех перспективах, которые нас в ближайшее время ожидают, потому что после 29 числа, как я уже сказал, перелом произошел не только для тех, кому показывают технологии, но и тех, кто показывает технологии. Поэтому, друзья, если говорить, тут много спрашивают, как настроение у команды директоров, как настроение у инженера Юницкого, я могу сказать, что, друзья, конечно, усталость колоссальная, устали все очень сильно, потому что год сложный, ответственность большая, очень много событий, которые происходили именно в преддверии демонстрации, когда было такое стечение обстоятельств, что выдержать все это было тоже физически очень тяжело, но, опять же, это все преодолено, процесс встал в нормальные такие рысла, он идет, и это тоже заслуга. Конечно, вот задают вопрос, когда Юницкий тут выступал, мне комментарии пишут, чтобы было видно, что уставший, что Юницкий выглядит очень, так сказать, это друзья, я могу сказать, что только очень небольшой круг людей знает, чем и как вообще дались эти испытания, как дались работа, поэтому, может быть, со временем он сам об этом расскажет, или кто-то из близких людей, поэтому наша задача сейчас, конечно, это помогать, это делать, это всячески именно брать нагрузку, которую мы можем делать. Отчасти сейчас, с начала этой демонстрации, определенные изменения и в управлении компании идут, потому что Юницкий все больше и больше концентрируется именно на инженерных, на испытательных вещах, и это абсолютно правильно, друзья, потому что сейчас все-таки основные результаты, то, что надо делать, это результаты инженерии, и здесь, как бы мы там не выглядели, или не хотели бы выдавать желаемое за действительное, я могу сказать, что то, что делают все менеджеры компании Юницкий, как инженер Юницкий, сможет это сделать. А мы все вместе взяты, если мы будем пытаться выполнять работу именно инженера Юницкого, то этого мы сделать не сможем при всем желании. И что-то мне подсказывает, что не только мы, но и вообще сегодня мало команд или людей в мире, которые могут давать те же результаты, которые сегодня дает конструкторское бюро струнные технологии. Поэтому на сегодняшний момент основная точка приложения, основное внимание Юницкого – это именно инженерная работа, а дальше по мере того, как развивается и совершенствуется система управления именно компанией, самим проектом, построение бизнес-процессов, построение адресных проектов, я могу сказать, что, друзья, здесь все идет абсолютно в положительном, хорошем русле. У нас очень много возникает сегодня высокопрофессиональных партнеров. Один род хук, я могу сказать, что Чего стоит, это просто наша такая и находка, и теперь это и друг, и соратник. И посмотрите его последние репортажи, где он дает такой некий отчет о том, что сделано в Австралии, о том, что намечено делать в Австралии. Поэтому, когда такого профессионального уровня человек возглавляет Skyway Австралия, то здесь можно не сомневаться, что результаты там будут очень-очень хорошие. У нас также очень серьезная команда и компания, созданная управляющая в Канаде, еще в ряде, в Америке, в Израиле. И подключаются и подключаются, сейчас еще идет ряд принципов именно создания управляющих компаний. В каждую эту компанию приходят профессионалы, именно высокого класса. Приходят очень серьезные уровни и политики, и бизнесмены, которые продвигают. Поэтому вот тоже задавали очень много вопросов, а не боитесь ли вы конкуренции, а не боитесь ли вы, что у вас там что-то отберут, что-то вам будут мешать, или что-то у вас там будет не получаться с точки зрения продвижения. Особенно очень много спекулировали, друзья, по сертификации. Вот это вообще сегодня глупый вопрос, потому что начиная с мая месяца будет сертифицироваться уже в Белоруссии, в Украине. Сейчас подключился центр, который будет сертифицировать в Канаде, в Австралии. Друзья, это текущая работа, так же как проектировать, точно так же и сертифицировать. Уж если с точки зрения инженерии в инженерной школе все решено, то почему вы думаете, что нет вопросов и не решены вопросы по сертификации. Вот с точки зрения мешать, не мешать, друзья, вообще сейчас все больше и больше разворачивается принцип, что Skyway идет туда, куда зовут. И если надо пробивать лбом стену и решать проблемы непреодолимой силы, то может быть не надо этого делать. Тоже задают много вопросов. А когда будут проекты в России или когда там вас будут поддерживать, не знаю, на верхнем уровне? Может быть, друзья, но весь вопрос, что есть такие губернаторы, как Ульяновский, а есть, ну давайте не будем называть другие губернаторы, которые на словах вроде да-да-да, но никогда никакого движения ни в какую сторону не будут. И что? Или есть такие чиновники, как Александр Иванович Лебедь, и есть там, ну опять же, так и хочется сказать, но не будут называть определенно, потому что все это действующие чиновники. И что, друзья, если бы от нас зависело или от них зависело, пойдет Skyway или не пойдет, будем мы двигать проект или не будет, то он бы не пошел никогда. И биться лбом об стену и ждать, когда эта стена рухнет, зачем? Друзья, сегодня есть десятки и сотни стран, где нужна эта система, где есть чиновники, где есть бизнесмены, где есть общая ситуация для того, чтобы этот проект развивался. И, как вы видите, мы идем туда, и интерес к этому проекту очень большой. А будут первые проекты не в России, а, допустим, в Монголии, в Боливии, в Гвинеи, в Танзании, куда еще там Виктор сейчас собирается в ближайшее время, в Индии. Ну, в общем, друзья, много стран, где хотят строить эти дороги, где нужны дороги, и не задают вопрос, а какие будут откаты, а сколько с этого будем получать, там мы как чиновники, а какую долю вы отдадите компании. То есть, есть очень много правительств, министров транспорта, которые заинтересованы в том, чтобы на их территории развивалась транспортная инфраструктура, а не сколько он на этом будет зарабатывать. Вы не поверите, но... Или, может быть, вы там сомневаетесь, но такие, друзья, есть и страны, и чиновники, и мы туда идем, и это наши партнеры, и мы с ними работаем. Вот, их становится все больше и больше. Вот, ну, а когда созреют для того, чтобы строить в Санкт-Петербурге, или в Москве, друзья, я даже не могу сказать. Ну, во всяком случае, в ближайшей перспективе я такого не вижу. Поэтому мы сейчас очень настроены на проекты в Европе, и в Словакии, и в Чехии, и в Польше, и в Германии, и в Австрии. Сейчас вот в Австрии тоже очень интересно появился новый президент, вот он выиграл это, и так как у нас партии зеленых, то у нас очень быстро организовали сейчас процессы, идет с этой командой уже работа, и готовится прямо в начале года уже презентация для нового президента Австрии именно технологии Skyway. И таких, друзья, примеров и работы очень и очень много, поэтому еще раз, друзья, в преддверии 2017 года, можно сказать, что 2017 год это будет годом Skyway. Конечно, с точки зрения вообще мировой экономики, с точки зрения российской экономики, ситуация развивается очень непросто, и 2017 год будет тоже очень непростым. Соответственно, кто помнит, наверное, мы на 2016 год говорили, что тоже будет непростой год, но мне, как я вижу, он и не был очень простым. И 2017 год, который сейчас подходит, он действительно ожидается очень таким серьезным с точки зрения вообще вызовов, которые сегодня дают вообще и к мировой экономике, и российской экономике в частности. Наша команда, наше направление, мы знаем, что делать, как делать в этом виде. У нас есть своя программа, есть свое видение. Мы обсуждаем с некоторыми чиновниками, кому это интересно. Соответственно, но на сегодняшний момент, как я уже говорил, что наибольший интерес сегодня к транспорту второго уровня, именно к струнным технологиям Юницкого, к Транснету, проявляют пока страны с неразвитой инфраструктурой, там, где надо что-либо делать. Те, у кого нет денег сегодня строить, те дорогие, очень инфраструктурные проекты, которые предлагает Siemens, которые предлагает Samsung, которые предлагает Hitachi. Проект Skyway, он на порядок отличается и по технологичности, и по цене, по эксплуатации. Ну и, соответственно, друзья, это новый этап уже в подходе к транспортной инфраструктуре. Сегодня вечером у нас будет Телемос, который именно покажет, как сегодня развивается после начала демонстрации. Я вам свое мнение об этом сказал, что 29-е – это коренной, соответственно, перелом с точки зрения подачи, когда мы говорили, есть технологии, и на сегодняшний момент, когда мы говорим... Так, сейчас, друзья... Так... Так... Поэтому давайте к 2017 году готовиться, и с точки зрения готовиться серьезно, как построение краудинвестинговой системы, и с точки зрения развития адресных проектов. Это, друзья, все сейчас активно и в активной стадии, и это все зависит от нас. И вот мы буквально там в Питере позавчера, когда подводили итоги, мы четко можем сейчас и утверждать, и делать, что за вот эти вот два, ну, полтора года проделана очень серьезная работа, и краудинвестинг сегодня – это основа для развития проекта Skyway. Мы сегодня подготовили основу, чтобы подходили уже крупные инвесторы, и именно крупные фонды, которые сегодня видят технологию, они готовы подходить. Мы сегодня создали абсолютно все для того, чтобы с помощью краудинвестинга запускать еще ряд технологий и адресные проекты, и, соответственно, в 2017 год у нас будет очень много чего интересного, очень много... Кто-то думает, что сейчас с активным развитием, и когда придут крупные инвесторы, краудинвестинг закончится. Нет, друзья, я могу сказать, что с этого только-только все начнется, и начнется еще более интересно, чем мы делаем сейчас, потому что у нас с вами сразу будут очень капитализированные активы на руках, мы с этими активами тоже будем работать, будет создаваться свой уже инвестиционный фонд на основе наших акций, которые сегодня будут делать. Поэтому, друзья, это тоже очень и очень многое, что нас сегодня ожидает впереди. Тем более, что сегодня производственная база, которая уже много раз говорили, мы ее показывали, которая перешла с нам, по наследству неправильно сказать, которую сегодня приобрела компания, именно от ее мобиля, производственной мощности, команда, которая сегодня там работает, производственная база, именно с точки зрения станков и оборудования. Это все как раз, друзья, основа для того, чтобы утверждать, что проекты будут развиваться очень активно, и подвижным составом на первые проекты, которые сегодня будут, будут обеспечены именно своим производством. Это тоже такое очень серьезное направление, которое очень и очень серьезно действует как аргумент именно для наших партнеров, для наших, ну, скажем так, особенно партнеров с Аурикона и с Австралией, когда они увидели и инженерную базу, и производственную базу, и площадку, и испытательную базу, и все это в едином комплексе, то есть они понимают, что это инженерно-технический комплекс, который позволяет любые задачи, которые будут стоять в 2017 году, соответственно, реализовать. Так, планируется, интересно, когда планируют показать Юнибус? Ну, разговаривали с Юницким, Юницкий сказал, что в самом Юнибусе проблем нет, проблемы вот именно с путевой структурой, с напряжением которой есть, и если успеют, то его покажут еще до конца этого года, вот, что скорее всего и будет, потому что такие новогодние подарки, вот, либо это уже, друзья, после новогодних праздников, сразу в, где-то в первой половине января, вот, поэтому, друзья, живьем мы его уже все видели, мы его видели в Берлине, вот, Перископ, это самое, да, Перископ, я знаю, он у меня соскочил, потому что был звонок, сейчас я Алексею передаю слово, Алексей, давай тогда тебе слово по тому, как в Словакии, как работали, как настроены вообще наши европейские друзья и партнеры, ну, а я потом, как всегда, так, а я уже, соответственно, подведу итоги и с вами будем настраиваться на вечернюю работу. Благодарю, Сергей Анатольевич, здравствуйте, друзья, кто присоединился, кто перешел, возможно, с вводного техника экономического вебинара. Как мы и сказали, на этих выходных, то есть, вот, фактически в двух частях земного шара одновременно проходили конференции, клонировать мы пока что друг друга не можем, хотя с удовольствием будем наблюдать, ожидать рост большого количества спикеров, специалистов на других языках, потому что, ну, действительно, как вот мы и сказали, 2017 год, это, знаете, вот я могу сравнить, как, может быть, кто-то видел, как прыгают с трамплина лыжники, то есть, они готовятся к тому, чтобы прыгнуть с трамплина некоторыми десятилетиями готовятся, и я могу сказать, что мы на этот трамплин поднялись, мы подготовились, подготовились, я имею в виду, вот, всю научную, техническую базу, всю научно-производственную базу сейчас, которую создала ЗАО «Струнные технологии» во главе с Анатолием Эдуардовичем Юницким, и в 2017 году мы вот с этого трамплина поедем, и от нас, на самом деле, дорогие друзья, зависит, какой будет прыжок, будет он благополучный, приземлимся, сорвем овации, фурор уже на демонстрации и грузового, и высокоскоростного транспорта, либо что-то пойдет не так, но я могу сказать, дорогие друзья, вероятность, что что-то пойдет не так, она, естественно, есть, так как у нас проект венчурный, но она минимальная, потому что у нас, да, наблюдается некий спад и такое спящее состояние у активистов по России, и лично я и Сергей Анатольевич мы сейчас вот продумываем стратегию, это будет, не скрываем работа нашего аккаунта, но мы продумываем стратегию, чтобы привлекать большие массы людей и оповещать их о проекте посредством различных способов, в том числе в социал-медиа, в интернет и так далее, потому что, ну, невозможно не оповестить вообще, и как-то даже глупо получается, если человек не знает, что произошла демонстрация первого в мире подвижного состава инновационного транспорта второго уровня, которым он будет, в свою очередь, пользоваться, ну, фактически каждый день, как сегодня он пользуется часами, как сегодня он пользуется смартфоном, как он сегодня пользуется различными устройствами, гаджетами и так далее, то есть настолько плотно это все войдет в их обиход, и, естественно, многие люди захотят, если это все правильно скомпоновать, послушать об этом, и что-то мне подсказывает, когда мы будем приводить аргументы с Сергеем Анатольевичем и со всеми вообще участниками, лидерами, активистами, с членами Совета правления, эти аргументы, и на наших вебинарах будет чуть больше народу, на русских, то разумно мыслящие и четко рассуждающие люди будут, естественно, принимать решение, да, я рискну, я попробую, и я инвестирую, допустим, 50, 100 долларов, 200 долларов, сумма не важна, важен сейчас массовый охват, потому что этот этап вот перед прыжком, перед трамплином, и когда мы приземлимся, когда мы сорвем овации, когда у нас будет работающий грузовой транспорт, поверьте нам на слово, что грузовой транспорт очень многие ожидают, и это миллиардные заказы, не побоимся этого слова, и миллиардные не по разу, так скажем, и это вопрос, естественно, откуда будут дивиденды, я очень сожалею, что не включили, я где-то 2,5-3 часа, это очередной мой рекорд, ну, потому что в качестве приглашенных, естественно, я был один на Словакии, ну, нет записи в Перископе, в Фейсбуке, но, что приятно, высокая оценка, и действительно, Словакия, Венгрия, Чехия записывали информацию, а это информация, аргументация, это та наработанная база, которую мы получаем от Анатолия Эдуардовича Ницкого, что-то мы формируем в виде футурологии, и, знаете, вот просто с открытым ртом европейцы слушали, когда они сказали, что да, даже с помощью ветряной энергии наш проект может быть не просто самоокупаемым, он может быть гиперопокупаемым, и когда они слышали, что 1,5 всего лишь будет расходоваться на наши нужды, наши нужды энергии путевой структуры, инфраструктуры и так далее, и что 80% энергии мы сможем накапливать, мы сможем отапливать наши кластеры линейных городов, мы сможем ее перераспределять, мы сможем ее даже продавать, но у европейцев просто был шок, естественно. И, естественно, я могу сказать, что в отличие от русскоговорящих людей, многие наши европейские коллеги, да, про Адриана обязательно расскажу, Людмила, благодарю за вопрос, многие наши европейские коллеги находятся в таком неком информационном вакууме и далеко не в тепличных условиях выдавания информации вовремя, как получают ее русскоговорящие люди. Да, наш проект русский, да, наш проект белорусский, да, ядрой сердца является русский язык, но если бы не помогали нам сейчас европейские коллеги, это большая часть привлечения инвестиций, я не знаю, что бы мы сейчас сделали. И так как наш проект интернациональный, в 2017 году мы планируем сделать упор именно на дубликацию, все, что мы выдаем на российском рынке, чтобы это максимально доносилось и оповещалось для людей, которые на европейском рынке. Потому что, поверьте мне на слово, очень мало людей, и я рад и благодарен Арманду, что он вот в качестве именно активистов, неважно в какой вы находитесь инвестпроводящей системе, да, он в некоторой степени может быть наш конкурент по инвестпроводящей системе, может, я все-таки в Skyway Capital, но я рад, что он поехал на события GoPro 2016. Это не про камеры далеко, это событие, там присутствовало более 7000 сетевиков. Я тоже планировал на этом событии быть и готовился. Ну, естественно, когда такой выбор, либо присутствовать на демонстрации первого мира подвижного состава Skyway, либо поехать на большое, мощное событие всех сетевиков всего мира, естественно, выбор без всяких сомнений, без привлечения, могу сказать, на стороне первого. Именно Skyway и только Skyway. Как говорится, первым делом не самолеты у нас, а юнилеты, но все остальное потом. И я могу сказать, что европейцы очень серьезно подходят, поэтому у нас есть определенная с вами такая вот подушка привлечения инвестиций, что можно положиться на европейцев. Но я хотел бы максимально смотивировать. Я не был на питерском форуме, и там я планировал речь именно как мотивацию, и чтобы максимально привести аргументы, потому что пора вставать, пора помогать не только России, помогать себе в первую очередь, помогать развивать проект Skyway. И пора просыпаться, пора будить тех людей, которые когда-то зарегистрировались, получили 100 единиц обязательств, подарок, которые в будущем, естественно, будут реальными акциями, потому что потом, потом может быть поздно, потом мы завершим этот прыжок в 2017 году, и неизвестно, когда мы приземлимся и с фурором, так скажем, проедемся, и все СМИ обязательно о нас напишут. Кстати, вот европейцы тоже многие подходили, вот просто есть структура, обладатели журналов там и так далее, хотят писать о Skyway, и также в 2017 году вы увидите новые статьи в журналах различных по Европе. Что мне хотелось бы сказать также, и привести такие вот весомые примеры, что на территории Европы даже студентов, преподаватели в некоторых университетах привлекают и говорят, что не поставлю вплоть до того, что оценку хорошую за экзамен. И даже когда студент до казусов выходит, и действительно это можно использовать в презентациях, я обязательно это буду использовать в презентации, когда вытягивает студент билет, расскажи про инновационный транспорт, и студент начинает гиперлуп, ну вот наша сподвижница говорит, что я тебе сейчас два поставлю, ну плохую отметку, как ты не знаешь, не в курсе про проект Skyway, он говорит, я не в курсе, расскажите мне. И вот вплоть до этого до казусов доходит действительно, и в 2017 году нам нужно необходимо максимально популяризировать. Об этом задуматься следует действительно каждому, кто развивает на сегодняшний день проект Skyway. Вот то, что мы показывали с Сергеем Анатольевичем также вам про выставку, сейчас посмотрим, презентация у нас есть, про выставку «Транспорт России» и то, что присутствовали директора Nokia, был такой вот интересный вопрос, и как вот вообще мы можем взаимодействовать, как они нам могут помочь. Я могу вам сказать, дорогие друзья, также вот определенную литературу прочитал, могу продублицировать такой вот теоретический, футурологический потенциальный эффект на Skyway, и что вообще есть такое понятие в мире, как продажа лицензии локальных радиочастот для мобильных каналов связи. Как вы думаете, где больше всего будет и локальных, и повсеместных, и мировых, именно вот сетей, новых сетей мобильных и радиочастот для реализации этих лицензий, с учетом того, что в нашу путевую структуру будет шито оптоволокно, то есть оптоволоконный кабель, и также зашиты все виды, именно инфраструктура, кабели, вот все виды различных цифровых, мобильных и аналоговых сигналов. Как вы думаете, вот скорее всего представители и директора компании Nokia, несмотря на то, что они увидели далекую от их технологии сферу, это инновационная сфера транспорта второго уровня, но они просто об этом не говорят, желают зарезервировать себе какой-то определенный рынок, именно в этих каналах и новых источниках связи мобильные, радиочастотные и так далее. То есть они видят в этом потенциал. И если спрашивать также про представителей Мегафона, которые готовятся, как я и говорил, к встрече, но пока конкретики нет, сейчас теоретически можно пообщаться с ними. И почему бы и да, как говорится, если будет желание, если будет интерес, те компании, те топ-менеджеры, те, может быть, частные инвесторы, которые хотят именно зарезервировать за собой вот эти частоты внутри нашей путевой структуры, я могу, естественно, ошибаться. То есть, естественно, это рассудит время. Но это как футуролога такое предположение, то, возможно, и финансирование будет обеспечиваться адресных проектов за счет тех людей, которые желают, чтобы мобильная связь использовалась их операторами. То есть кому эта идея показалась интересной, воплотимой теоретически, то поставьте плюсики в чате, я, соответственно, пойму, возможно, это какая-то бредовая идея. Что также очень много мыслей приходит, так скажем, в самолете, очень много мыслей приходит в поездках, так как от текучки немножко абстрагируешься. Что вообще мы сейчас создаем? Чтобы каждый из вас понимал, это не просто единое транспортное, энергетическое и так далее, и так далее, как мы всегда говорим. Это мировая распределительная система. И то, что, вот вопрос, допустим, задавали в Словакии, кстати, могу сказать, что мы проводили конференцию в отеле, руководитель которого стал нашим инвестором, совладельцем технологии Skyway. Вот буквально месяц назад он сделал статус эксперт. Ну, мы с ним так условились, что на следующую конференцию, такую вот праздничную, рождественскую, которая будет проходить в январе, кстати, если кто-то желает приехать, там будет присутствовать весь директорский состав, это будет европейская такая конференция. Обязательно мы о ней сделаем оповещение. Приезжайте всем, рады, это будет в Хай Татры. И мистер Сницкий сказал, что вот, Алексей, вы говорите, что потенциал для Словакии огромный, но мы же удалены от морей, у нас же сейчас вот кризис назревает, у нас же политический и так далее. И я просто задал вопрос, мистер Сницкий, а скажите, пожалуйста, вот чем Словакия действительно сильна? Он говорит, ну, например, вино. Естественно, это пришло ему в голову, когда за ужином мы пили багал вина. Хорошо, вино, но сейчас вот, допустим, как голландские цветы и целая система вообще существует, продажи и покупки голландских цветов, там целая аукционная система действует, чтобы по самой лучшей цене покупать в аэропорте Нидерландов. Но, поверьте мне, это есть такой факт, опять же, аукционно там и так далее изучал. И я могу сказать, что вот после того, как я ему сказал, что вино, и независимо, что там, вам необходимо перераспределить мгновенно с помощью системы перемещения мобильности 5.0, это будет доступно, и вы получаете не просто локальный рынок, Словакию, например, вы получаете мировой глобальный рынок, и те корпорации, те компании, те частные фермеры, производственники, которые будут реально производить хорошие товары, услуги и заниматься, например, сельским хозяйством и производить хороший натуральный продукт, то они будут иметь возможность перераспределять свои товары и действительно получать прибыль. И то, что мы декларируем, что любой может стать каждым действительно в проекте Skyway, это касается, и вот такая вот мысль только недавно пришла, это касается далеко не только участников проекта Skyway, но это касается тех, кто уже будет жить в этой предстоящей мировой реальности, которая вот уже, в принципе, настала 27 ноября. И все, кто показывает максимальное качество производства, максимальное качество товаров, смогут перераспределять, потому что транспортные решения будут. Почему я заговорил про голландские цветы, на самом деле такой потенциальный адресный проект, он сейчас находится в спящем состоянии, есть у нас контакты в Нидерландах, и человек, который занимается цветочным бизнесом, очень быстро портятся цветы, и, соответственно, таких скоро портящихся продуктов их очень много, поэтому рынок сужается, рынок, он максимально плотный с одной стороны, но именно границы и чаши весов между спросом и потреблением, она неравная. И те, кто желает получить те или иные товары, скоропортящиеся, допустим, он, соответственно, не может их получить, потому что они испортились, потому что не существует текущего транспорта. А с технологией Skyway, соответственно, это все появится. И когда вот эта концепция была озвучена, мистер Сницкий сразу сказал, что я также, как Франтишек Солар, представитель арабской чембер, то есть я не помню, как это на русском языке, представитель стран арабского мира именно в Словакии, как забыл, действительно, перевод слова чембер, и мистер Сницкий – это представитель уже китайской вот этой чембер, то есть китайских всех корпораций и так далее и тому подобное. И он очень сильно загорелся, поверьте. Да, палата, благодарю. Вот уже пошел снова на английский язык, улучшать свой английский язык, уже русские слова забывают. Ну, собственно, дорогие друзья, я думаю, что при внедрении проекта Skyway мы максимально сможем пообщаться, улучшать наши иностранные языки, может даже появится какой-то иностранный язык новый, но это как такая вообще далекая футурология, но даже учить иностранные языки будут люди намного быстрее, потому что будет возможность общаться с людьми, которые говорят на родном языке. Сейчас такая возможность есть по Skype, и это ограниченная возможность. Если говорить, дорогие друзья, про тот потенциал, который мы сейчас имеем и который необходимо перенести на 2017 год, на мой взгляд, с запасом так возьмем, нам нужно ускориться как минимум в десятки, а лучше в сотни раз. И хотелось бы, чтобы каждый из нас с вами взял на себя ответственность, то, что он ответственный за развитие проекта Skyway в 2017 году, потому что именно когда каждый будет гореть идеей, не просто то, что я ожидаю первые прибыли, первые дивиденды, но посмотрим, что они там еще покажут, а именно сорвением, рассказывать и нести огонь эту идею в массы, благо тому результаты и аргументы позволяют, аргументы, согласитесь, просто железобетонные, то нет сомнений никаких, что мы сможем закрыть большую часть с помощью народного финансирования. Сейчас я могу сказать честно, что большая часть усилий, и не то, что надежд, надежд у нас нет, у нас есть планирование, именно рассчитано на крупных инвесторов. По Словакии, я могу сказать, люди, которые на суперджетах планировали лететь, тоже вот такая вот ситуация произошла, как и наш стратегический крупный инвестор потенциальный, имеет некие проблемы со здоровьем, так и эти представители и их главный человек, который является водителем этого и владельцем суперджета, он, к сожалению, попал в госпиталь, и сейчас вот мы с нетерпением ожидаем, чтобы он вышел, и будет обязательно делегация, они по-прежнему планируют, и инвестиция там будет от нескольких миллионов долларов. Ну, что-то мне подсказывает, после того, как они увидят на тот момент, я думаю, уже, то, что поехал не только Unibike, но и Unibus, то желание инвестировать будет чуть-чуть побольше. Насколько побольше, это мы, естественно, посмотрим, но, естественно, если каждый из вас с вами сейчас подумает и вспомнит контакты этих крупных потенциальных инвесторов, и в 2017 году мы обязательно подготовим, если успеем, до конца 2016 года, но вряд ли при обилии именно задач мы это успеем подготовить, скрипты, шаблоны, как общаться с крупными инвесторами. Сейчас такие переговоры ведут все члены Совета правления, все люди, которые имели какой-то опыт. Мы с Сергеем Анатольевичем также ведем переговоры, и это долгие переговоры. Обращайтесь, не стесняйтесь, и, соответственно, успех появится. Если говорить про Андриана Кармоци, то он занял и немножко разочаровался вообще вот как бы в мировом спортивном бизнесе, но это его подкрепило еще больше развиваться, и в следующем году он покажет, я думаю, крупный результат. Более того, будет финансовая поддержка от его собственного аккаунта, потому что сейчас вот они уехали с Ниной, с его девушкой в Малайзию развивать и свою академию Golden Rope, а SkyWay они не проходят и 10 минут, как они не говорили бы о SkyWay. Адриан занял в этот раз пятое место, и он понял, что коррупция распространена везде, и, соответственно, нужно развиваться, в том числе в тех направлениях, в которых он может развиваться. В данный момент он увидел мощное направление именно проекта SkyWay, и, процитирую, он не ожидал, что просто придя на конференцию и, ожидая продажи услуг Golden Rope Academy и Ginger, то есть имбирной настойки, он получит настолько мощное видение и настолько мощную идею, так и фитнеса будущего собирается уже распространять на своих коллег международного класса спортсменов, так и вообще SkyWay. Ну и сегодня мы на таком этапе, дорогие друзья, и находимся, поэтому строим SkyWay, спасаем планету и даем дорогу в мир Транснету. Надеюсь, что моя часть сегодня не повторяла те части, которые были из предыдущих вебинаров, потому что никакой другой проект не дает столько именно плодов для будущей мысли, для будущего воплощения и для будущего рынка, как проект SkyWay. И если говорить про законы рынка, я могу сказать, дорогие друзья, также, так скажем, из определенных источников анализ, человек, который получил в области экономического анализа Нобелевскую премию, он говорит, что тот рынок будет успешен, который имеет максимальную плотность, тот рынок будет успешен, который имеет максимальную безопасность, максимальную доступность. Если говорить про доступность, то также у книжки было такое написано, что сначала были созданы дороги, то есть это были вымощенные дороги и так далее, потом это асфальтовые дороги, потом железные дороги появились, потом, соответственно, мосты, пути, проводы и так далее. Но сейчас настолько максимальная плотность этого рынка, перенасыщенность, что мы видим сейчас в пробках, что пора уже переходить к чему-то новому. А что-то новое, это как раз-таки проект SkyWay. Ну и то, что он говорит, естественно, про комфорт, про скорость и цену, я думаю, что тут все и так понятно. В этом плане, в этом аспекте мы впереди плане. Спасибо, Алексей. Вот, видите, несмотря на то, что только прилетел Алексей, потому что по дороге там чуть-чуть, что-то где-то подзаболел чуть-чуть, видите, все-таки выглядит очень бодрым, в общем-то, очень оптимистично. Вот. Тоже пока вот он так активно рассказывал по проекту, все, друзья, я, конечно, честно говоря, не хотел рассказывать, ну не то, что не хотел рассказывать, а таких вещей очень много встает сейчас, но просто вот еще как один из результатов, даже не то, что результатов, друзья, а таких небольших штрихов по поводу вот питерской встречи нашей. Вот форума все подходит, наши ребята, активисты, говорят, вот мы хотим познакомить представитель диаспоры в Афганистане, в Питере, в Москве, вот, ну такой, он уже не совсем молодой человек уже там, не знаю, там может быть 45 ему там лет, но там же все быстро течет, меняется, и вот он сейчас очень в таких близких отношениях с новым президентом Афганистана, а так как он из науки, такой очень прогрессивно мыслящий, он говорит, вот я ему хочу презентовать, и вот мы начинаем с ним в две итерации обсуждать, буквально, какой проект было бы интересно рассмотреть, какой бы, вот, можно бы презентовать, что, какой упор делать, то есть Афганистан это всегда такой логический хаб, такой хаб именно транспортный между всеми именно Азия, Африка, Европа, и соответственно, очень важный, то есть поэтому там всегда очень много событий, которые происходят таких геополитических, вот, но что самое интересное, он говорит, а вот еще, говорит, вот мы понимаем, вот было бы интересно, Афганистан обладает вообще на первом месте по запасам литиевых солей, то есть озера, ну, они находятся в горах, так сказать, это, я сразу говорю, о, друзья, вот с этого проекта вообще надо и начинать, потому что вот ту трассу, которую мы сейчас показываем, в Мариной Горке, друзья, уже вот эта трасса, уже наши юнибайки и юнибусы, которые будут из себя представлять бочку, канистру с водой, соответственно, которая может возить там по 2-2,5 тонны воды, соответственно, эта трасса уже позволит перевозить до 25-30 миллионов тонн при определенной эксплуатации, там до 50 миллионов кубов воды, а это, друзья, уже новое, в принципе, слово в литиевых аккумуляторах, то есть сегодня таких запасов воды, именно литиевой воды, никто возить не может, мы обсуждали проект один в Боливии, в Чили, вот, а Афганистан, во-первых, куда ближе, а во-вторых, куда проще, поэтому вот сразу вот такие проекты, я говорю, давайте сразу можно осматривать о том, что Афганистан может быть центром именно изготовления литиевых аккумуляторов, друзья, как только аккумуляторы сейчас выходят, это сразу новое слово во всех электромашинах, потому что основная сегодня проблема, это очень дорогие и нехватка именно литиевых аккумуляторов, и вот мы прям договорились, этот проект вместе все, а тут же подключился еще именно политехнический университет Санкт-Петербургский, а у них есть контакты с университетом в Кабуле, и вот прям буквально у нас вот там за 10 минут родился очень интересный проект, который будет интересен и всем, как минимум для рассмотрения, как стратегия, а потом и для соответственной реализации. Это я просто привел, вот сейчас Алексей, задал вопрос, как проекты рождаются, какие вопросы, там все, так вот эти проекты, они рождаются вот прям на наших глазах, прям когда мы еще начинали встречу, я даже не знал, что интересного может из этого получиться, а закончили тем, что договорились, что сейчас будет это конструкторское бюро, официальное предложение в Кабул, для того, чтобы дальше это рассматривать, для того, чтобы дальше-дальше-дальше это двигать, понимаете. И вот таких вот проектов и направлений, друзья, их будет огромное количество. И самая главная фраза, вот которая сейчас прозвучала, вот Алексей, когда давал именно анализ с точки зрения людей, которые входят в проект, что сегодня мы страны, которые не находятся на побережье, внутри континента, у нас небольшая страна, нет природных ископаемых. Чем мы сегодня можем делать, и как мы сегодня можем войти в вот эту новую инфраструктуру. И вот как раз шаг за шагом это рождается, это показывается, что, друзья, то, что сегодня идут изменения, они коснутся всех, они изменят радикально вообще всю, и экономику, и в конечном итоге политику, и вообще, так сказать, взаимоотношения между людьми и странами. И мы не зря, друзья, уже говорим, что мы объединяем мир, строй Skyway, спасай планету. Это наша функция, мы это делаем, и то, что мы делаем, это очень серьезно, и действительно будет менять, и менять многое. А мы как раз уже с точки зрения вот этой футурологии, именно практикующей футурологии, вот, мы как раз относимся к категории тех людей, которые именно стоят за тем, что делается. И, друзья, вот это чувство, которое, то есть я еще возвращаюсь к 29 ноября, к демонстрации, когда видишь уже путевую структуру, которая готова, Юнибайк, Юнибус, на заводе, когда строятся 4 вида трассы, когда 50 миллионов пересадочный узел, когда 200 миллионов тонн руды, соответственно, для перевозки, все это, вот оно создается, все это идет, и к этому ощущаешь полную сопричастность, и тем более, что, друзья, что это еще и хорошо структурированный бизнес, на котором можно и сегодня заработать, и строить завтра будущее из своих детей, это, конечно, совсем-совсем-совсем другой подход. Вот, поэтому, если еще раз подводя итоги, мы все-таки, сегодня еще телемост такой будет именно тот, который подводит итоги и перед Новым годом, но еще все-таки, сейчас приходит время, когда надо анализировать и намечать такие планы на будущее, можно сейчас сказать, друзья, что мы сделали очень серьезную, большую работу, сделали большие результаты, мы эти результаты показали, но это, друзья, только первый незначительный шаг по пути того, как будет развиваться весь проект Skyway, который будет развиваться, вся транспортная система, Transnet, и о том, что мы сегодня говорим, вот этот пятый технологический уклад, который меняется на шестой, в котором мы сегодня работаем и создаем, а сегодня уже появляются зачатки, и сегодня уже появляются контуры следующего технологического уклада, то есть путь цивилизации, друзья, он неостанавливаемый, его невозможно остановить, притормозить, человечество вообще все развивается именно по пути более сложных именно технологических систем, и мы это с вами видим, и мы в этом участвуем, и, наверное, в этом нет ничего ни страшного, ни какого-то там фатального, потому что тот путь цивилизации, который мы выбрали, который мы ведем, он требует шаг за шагом именно совершенствования, именно технологий, и сегодня, вот возвращаясь, друзья, вот короткой такой фразой, вот то, что тоже Алексей говорил, что когда сегодня приходит понимание, что трассы Skyway, технология Transnet, она позволяет не только потреблять, но еще и вырабатывать электроэнергию, то есть быть независимой, то это тоже, друзья, абсолютно новый ход, и интересно, даже один так заметил, человек, да, человечество же 10 тысяч лет фактически плавало только на силе ветра, и сегодня мы опять возвращаемся к тому, что используя ветер, используя солнце, мы можем всю эту энергию сегодня направлять для того, чтобы перемещать пассажиров и грузов, и это просто возвращение на новом витке к тому, что давало природа, и как наши предки плавали, на силе ветра и на силе энергии солнца. Опять мы к этому подошли, и сегодня технологии позволяют это делать, и наша задача как раз это сделать планету зеленой, экологически чистой, чтобы мы с вами ели хорошие продукты, пили чистую воду, дышали воздухом, чтобы у нас была очень серьезная и интересная работа, наши дети получали образование, и, соответственно, все это, друзья, и то, что складывается сегодня в такую счастливую и нормальную жизнь. Ну все, друзья, на этом давайте мы будем сегодня заканчивать, вечером у нас 19 часов с Алексеем вебинар будет, вот, а 20 часов итоговый телемост, и, соответственно, будем подводить итоги и дальше намечать пути на будущее. Все, друзья, на этом давайте я с вами прощаюсь. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компаний Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В начале этого года мы уже сообщали вам, что наша компания внедряет систему международного менеджмента качества ISO 9001. О том, как обстоят дела в этой области в настоящий момент, нам сегодня расскажет начальник технического отдела качества закрытого акционерного общества струнной технологии Михаил Петрович Костюков. Добрый день, Михаил Петрович. Как говорил один мой тезка, раз Михаил, значит человек хороший. Но говорить мы будем сегодня не о нашем имени, а о качестве. Что такое качество в целом и качество продукции в частности? Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. И зрители даже, я бы сказал. С таким понятием, как качество, каждый из нас сталкивается чуть ли не ежесечасно и повсеместно. Так, на рынке или в магазинах мы всегда приобретаем товары. И, как правило, мы хотим, чтобы они были качественные. Соответственно, лежащему качеству. И в случае какого-то расхождения, или у нас, если возникают сомнения, мы обращаемся в соответствующие органы, например, общество защиты прав потребителей. Что же такое качество? Качество – это совокупность признаков, характеристик, свойств, которые определяют соответствие определенному образцу или эталону. То есть, благодаря этому свойству мы можем, или этой категории, мы можем определить применимость, жизнеспособность этого продукта. Качество продукции – это уже качество, это совокупность свойств применительно к продукции на соответствие и удовлетворение требований, запросов и ожидания. В первую очередь, потребителей. Также соответствие нормативно-технической и правовой базе. И также законодательству. Если правильно понял, то главная цель вашей работы в нашей организации – это сделать так, чтобы клиенты SkyWay никогда не обращались бы в общество защиты прав потребителей. Совершенно верно. Чтобы это было гарантией нашей платформной работы, и у нас должен быть в итоге всегда качественный продукт. Как я понимаю, должны быть тогда какие-то критерии оценки этого качества. Вот хотелось бы узнать, каково значение качества, и как им управлять, а также регламентировать? Значение качества сложно переоценить, и оно возрастает. Все больше и больше. Так, создана специальная международная организация по стандартизации, так называемая ИСО. Вообще, оно функционирует как организация 1947 года, а более активное влияние на международном уровне в области сертификации и стандартизации началось с 1986 года. То есть, она разрабатывает основополагающие документы, технические нормативно-правовые акты. Это различного рода ГОСТы, стандарты и так далее. Существует какое-то взаимодополнение, или наоборот путают понятие сертификации, аккредитации? Не могли бы Вы объяснить, что такое сертификация, что она нам дает и для чего нужна? Для чего мы все это делаем, чтобы было понятно и мне, и всем нашим партнерам? Да, конечно. Сертификация – это установление соответствия требованиям технических нормативно-правовых актов. В это понятие можно включить и получение так называемого сертификата. Это уже выдает аккредитованное в области сертификации орган. Кроме того, сертификация может быть как добровольная, так и обязательная. Принуждительная, я хотел бы сказать. Можно сказать, и так, на это требование законодательства, от него мы не можем отойти в сторону. Если надо, значит, мы проводим сертификацию в обязательном порядке. Что касается объектов сертификации, сейчас скажу. Сертифицироваться могут как системы менеджмента, это может быть система менеджмента качества, система менеджмента охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности, информационной безопасности, например. Также это могут быть сертификации продукции, а также работ и услуг, предоставляемых различными организациями предприятий. А вот мы именно, что будем сертифицировать, и самое главное, в какие сроки, потому что это очень интересует наших партнеров. Что-то услышали, там весна, кто-то кричит. А я думал, сейчас уже все подробнее, если можно. Да, конечно. Этот процесс, нельзя сказать, что он кратковременный. И в нашей организации, в завод струнных технологиях, идет двумя направлениями. То есть мы ведем сертификацию системы менеджмента качества в нашем предприятии и параллельно ведем работы по сертификации нашей продукции. Теперь по порядку. Система менеджмента качества. У нас в настоящее время заканчивается доработка отдельных элементов. Это внутренние наши стандарты предприятия. Руководство у нас уже есть. Определена политика предприятия в области качества. Определены у нас цели для достижения этой политики в области качества. И ряд других документов. Теперь мы ожидаем внедрения его согласно приказу. И будет некоторое время проводиться обкатка. В дальнейшем будет проведен внутренний аудит этой системы у нас на предприятии, нашими аудиторами, квалифицированными. И уже будет подана заявка в орган по сертификации. Для того, чтобы получить долгожданный сертификат. Очевидно, с этим как-то связана учеба, которая практически ежедневно у нас проводится. Большое количество сотрудников посещают. Точно так. У нас для одного из направлений для внедрения сертификации, это, конечно, как вы правильно заметили, это обязательно многоуровневая подготовка наших специалистов. Значит, она проходит три уровня. Первый уровень – это по окончании выдаются свидетельства. Это директоров. Да, совершенно верно. Директор нашей организации Косрева Надежда Геннадьевна. По программе, которая отличается для высшего звена, для среднего звена, которые также при успешном окончании курсов будут выданы свидетельства. Вот такого образца. Таким образом, мы подчеркиваем, что у нас квалифицированный персонал. Для чего это происходит? Для того, чтобы каждый понимал свою роль в системе менеджмента качества и значимость. Для того, чтобы в итоге всегда стремился соответствовать и политике предприятий в области качества, и также на своем рабочем месте способствовать всячески высококачественной продукции. То есть, все то, что мы делаем, прописано черным по белому в политике предприятия? Точно так. Вот политика, которая определена руководством, политика нашего предприятия в области качества. Наш девиз – это высокое качество нашей выпускаемой продукции и оказываем их на услуг, как гарантия успешного развития нашего предприятия и роста благосостояния каждого работника. Скажите, а каковы наши достижения в системе менеджмента качества и вообще что это такое? Что это за система? Я еще, возможно, не договорил, если позволите, о втором направлении. Второе направление – это сертификация нашего подвижного состава и нашей транспортной структуры. То есть, это уже сертификация, и это идет речь о сертификации нашей продукции. Таким образом, у нас, как вы понимаете, будет сертифицирован весь модельный ряд всех движущихся транспортных средств, такими являются юнибайки, юнибусы, юнитраки, неважно, они навесные, подвесные, скоростные, городские. Вот, все это будет сертифицироваться. А также сама путевая структура, которая состоит, как вы понимаете и знаете, из струнных рельс. В основе это предварительно напряженных канатов, залитых определенным по составу бетоном, и в обойме из стального профиля металлического, как самого корпуса рельса, который выступает. Иногда фирма. Да, да, да. В случае высокоскоростной трассы. Да, мы знаем. Вот. И также элементы инфраструктуры и дистанционного управления. Точно так же будут подвержены сертификации. А по срокам? По срокам. В настоящее время уже заключен договор с одной из аккредитированных российских организаций по сертификации подвижного состава, как электрифицированного городского транспорта. Ориентировочно срок окончания работ это заявлено весна 2017 года. И параллельно у нас сейчас идут на нашем опытно-экспериментальном полигоне, экотехнопарке, вы знаете, в штурмариной горке, проводятся испытания на легкой структуре юнибайка. Результаты этого испытания приемочные, они лягут в основу и будет утвержден проект технических условий.